Последний школьный звонок и тот в сети. Выпускникам в этом году пришлось забыть про праздничные линейки. Прямая трансляция на ютубе в условиях пандемии вместо улыбок, цветов и речей у школы. 25 мая в прямом эфире с выпускниками встретился губернатор Московской области Андрей Воробьев. Узнал у ребят о планах на будущее и поздравил с окончанием школьного этапа жизни. Выпускники 9 и 11 классов Андрей Юрьевич тоже с нами. У нас в этом году 37 тысяч 11-классников выпускается. Вот они, соответственно, здесь. Многие из них уже определились, куда будут поступать. Ульяна, ты куда собралась? Я хочу поступать на факультет государственного и муниципального управления. Планирую высшую школу экономики или Санкт-Петербургский государственный университет. Планирую дальше работать в сфере государственного управления. Здорово, успехов вам. Спасибо. Как, но вы готовы к экзаменам? К ЕГЭ сложно готовиться дистанционно или приемлемо все-таки, вы считаете? Сложновато. Сложновато, да? Да. Единые госэкзамены в этом году начнутся 29 июня. И сдавать их будут только те выпускники, кто планирует поступать в УЗы. Илья Ефименко – выпускник 11-го физико-математического класса 18-й Сергеево-Пасадской школы. Планирует поступать в Бауманку, но все зависит от результатов ЕГЭ. Последние два месяца к экзаменам выпускники готовятся удаленно. Сначала было тяжело в какой-то степени, потому что, конечно, легче, когда ты сидишь рядом с учителем, он тебе объясняет его. То есть у вас есть контакт. Ты можешь у него спросить все что угодно, показать ему свою работу. На карантине, конечно, не так, но постепенно и к такому привыкаешь. Поэтому лично у меня особо трудности не возникло с этим. И плюс к этому школа. Мне не надо ходить в школу, опять же. То есть я могу полностью сфокусироваться на тех предметах, которые я сдаю. То есть по минимуму заданий, которые, допустим, я сдаю физику, например, мне биология не нужна. То есть я могу полностью сфокусироваться на физике. Школьный выпуск 2020 года – первый, который остался без праздника за многие годы. Но ребята планируют встретиться, когда инфекционная угроза ослабнет. Конечно, хотелось праздник. Все-таки 11 лет училищи должна быть какая-то завершающая, так сказать, жирная точка. А областной последний звонок онлайн завершился выступлением певицы «Зиверт». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!